Добрый день. Ну вот хотелось бы поделиться своими впечатлениями по поводу посещения посольства США в городе Минске. Прежде всего, я подготовился достаточно серьезно в плане документов, но заранее был предупрежден, что эти документы надо показывать только при просьбе иммиграционного офицера и когда эти документы имеют существенное значение. В моем случае у меня было приглашение, поэтому первое, что я показал, это приглашение, его взял сотрудник. Второе, что оно попросило, это документы по поводу моего здесь статуса как юриста, это лицензия моего статуса отца, свидетельство о рождении ребенка. И третий важный документ, это туристические намерения. У меня была исключительная ситуация, у меня был чистый паспорт, но, так как я его поменял месяц назад, у меня были копии виз, которые сотрудник посольства тоже посмотрела и вернула. Остальные документы по поводу справки с места работы, выписка по счетам, свидетельство о расторжении брака, мои визитные карточки, она их смотрела только через окошко, но говорила не надо. В принципе, все прошло достаточно быстро, кроме времени ожидания, потому что есть три очереди. Первая очередь, это когда идет на регистрацию, вторая очередь на подачу непосредственно документов, ее берет сотрудник, который мало владеет русским языком, и третья, когда ты уже ждешь приглашения миграционного офицера. Во время беседы с ним, вернее не во время беседы, во время рассмотрения документов, я старался не молчать, поддерживать, скажем так, конверсейшн, не шутил, но спокойно вел себя и, наверное, смотрел на сотрудника, если она улыбалась, я улыбался в ответ. Все интервью заняло, наверное, минут 10, максимум 15. В принципе, все прошло достаточно четко и понятно, главное не волноваться, не суетиться. Единственный момент из-за волнения и духоты немножко так потели руки. Ну, это все решаемо. Берите с собой платок, берите с собой салфетки, чтобы не вызывать подозрений. Все сидят в достаточно ограниченном помещении, особо никто не разговаривал. Ну, как всегда бывает один-два человека, которые все хотят узнать, спросить, лучше с ними не общаться, чтобы не распыляться. Вот в этот день я освободил полностью от работы, от каких-то звонков, от каких-то переговоров. Ехал на такси, чтобы не было негатива даже в общественном транспорте. Вышел даже немножко раньше, чем посольство, чтобы пройтись, подышать свежим воздухом. Накануне я перечитал памятку, которую мне предоставили мои знакомые, которые помогали мне в подготовке интервью. Что еще сказать? Ну, наверное, у меня не было такого явного желания посетить США, и это не проскакивало в моей беседе. То есть я вел себя достаточно уверенно, показывая всем своим видом, что я турист, что мне, в принципе, не так важно посетить США, как важно просто получить какой-то новый опыт. Кроме того, я еще несколько раз напоминал, какую важную роль я занимаю в своей фирме, что я веду переговоры, на мне завязано много дел, и срок пребывания заявлялся недели максимум две, исходя из того, что я не могу оставить дела здесь надолго. Был задан вопрос, где я буду жить. Я сказал, буду жить в гостях у своих друзей, которые меня пригласили. Был задан вопрос, что я буду там делать. Я сказал, что так как я планирую прилететь в Нью-Йорк, а буду посещать Бостон, наверное, осмотрим достопримечательности Нью-Йорка, и потом, может быть, съездим на океан, потому что, ну, все-таки, будучи в США на восточном побережье, не видеть в океан, тоже как-то было бы странно. Так, какой-то богатая программа рассказывает, что мы там поедем на Ниагарский водопад, или поедем там, полетим в Атлантик-Сити играть в казино, я не говорил. То есть просто погостить, посмотреть, как живут люди, и ознакомиться просто, ну, с культурой, как это на бытовом уровне. Наверное, и второй раз был задан вопрос по поводу ребенка. На второй раз уже попросила свидетельство о рождении, оно, правда, было по-русски, ну, наверное, там человек владеет русским языком. Не спрашивали про бывшую жену, хотя был чистый паспорт, но в анкете, по-моему, указывалось, что в разводе. Ну, наверное, и все. И в конце была сказана фраза, ваша виза одобрена, можете прийти через два дня. Ощущения были счастья. Наверное, как-то так.